Приветствую вас! Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы безумно любите друг друга. Что такое в вашем понимании безумная любовь, как она проявляется, как вы её чувствуете, на что это похоже, как это выражается? Потому что лично я вижу безумную любовь, а скорее как проявление влюблённости, может быть страсти, какой-то, вот, и так далее. Но не любви, то бишь безусловного принятия другого человека, а это вещи всё-таки разные. Дальше, вы пишите, с самого начала отношений нас проследуют почти ежедневные истории, а из-за чего мы недопонимаем друг друга, одно оказывается первое, второе – другое, и из этого всегда завязывается скандал. Смотрите, она не... Скандала не было бы, если бы вы в нём не участвовали. То есть, именно лично вы. Соответственно, раз вы обращаетесь к нам, то и работа начинает нужна с вас. А значит, вам нужно понять, какое участие вы принимаете в скандале, какой вы вклад вносите в этот самый скандал, и что кажется вам, и по какой причине. Это и есть те самые моменты, которые изменят ваши взаимоотношения. Начинать нужно с вас, с себя, с себя нужно начинать, а не с других. Вот. То есть, условно говоря, очень, 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 ага, просто. Значит, ну, очень просто сказать «мы», да? Вот. Очень просто сказать «мы», серьёзно. Что мы хотим, там, грубо говоря, измениться. Вот. Но, кто мы-то? Ведь если вы, собственно, другой человек, и вам нужно этот момент для себя, признать, признать, что есть ещё другой человек, и у этого другого человека, ну, также есть свои какие-то желания, признать, что у другого человека также есть какие-то потребности, и, в общем-то, именно с этого, пожалуй, вам и необходимо начать. Вот. Так что это то, что мне кажется необходимо учесть, да? Из-за чего вы ссоритесь со своим партнёром. Это важно для вас. Далее. Вы пишите, значит, так. Мы часто недопонимаем друг друга. Одно и кажется первое, другое второе. Слушайте, ну, как, я думаю, вы понимаете, вот, что кажется, кажется и есть. А это на самом деле вещи достаточно разные. Вот. То есть, кажется человеку то, что он хочет видеть, а то, что есть, то, что есть, это реально. Поэтому, на мой взгляд, исходить вам нужно из того, что вам кажется и почему. То есть, почему, почему вы конкретно воспринимаете, ну, вот, именно то, а не другое. Дальше. Мы многое перепробовали. Что именно? Сдерживать себя и не начинать ссору раньше времени не получается совсем. Опять вы считаете, что есть время для ссор. Сдерживать себя, это значит подавлять себя. Ну, тоже такой, да, достаточно странный вариант. А что еще вы пробовали? К примеру, есть такая психологическая игра. Она, наверное, так и называется. Скандал. В ней люди скандали с совершенно определенной целью. Они боятся близости, они боятся сексуальной близости в том числе. И скандалом заменяют этот самый страх близости, который у них есть. Вот. Про психологическую игру скандалов вы можете прочитать в интернете. Вот. Там, ну, там как бы это есть. Вот. И, соответственно, можете сделать для себя, ну, какие-то выводы. И я надеюсь понять, что это для себя и так далее. Вот. Кроме, кроме, кроме того, возникает вопрос. А что еще вы делали и почему вам пришла в голову именно идея сдерживать себя? Почему именно такая идея, именно такой способ решения проблемы вы для себя видите и воспринимаете? Вот. Вот. Это, на мой взгляд, еще один очень важный момент. Далее. Далее. Вы пишите о том, значит, что это очень выматывает, потому что, к сожалению, мы обе принимаем все близко к сердцу. Значит, принятие всего близко к сердцу, а это ваше, лично ваше, индивидуальное, то есть то, что вы, вот вы, именно вы принимаете все близко к сердцу, это ваша проблема, индивидуальная. И с ней, с этой проблемой, ага, ну, нужно взаимодействовать. Вот. То есть не вы принимаете все близко к сердцу, не вы обе, а вы конкретно. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Понимаете? Поэтому, поэтому я вижу одну из системных проблем, а, значит, ваших в том, что вы чересчур близко к другим. И вдруг у нас ходит, что с медвами не хватает, ну, дистанции в какой-то, чтобы эта дистанция была, ну, медвами. Чтобы это было личным пространством вашим, ну, и так далее, и так далее. Вот. Дальше. Очень годим стать терпимее друг другу и звать от постоянных ссор. По факту вы друг друга не принимаете до конца. По факту вы не принимаете себя безусловно. Это означает, что вы не принимаете и себя друг друга такими, как и вы есть. Соответственно, я могу вам порекомендовать обратиться за семейной консультацией, чтобы вы обе пришли к психологу и поработали вместе. Вот. Будут выработаны какие-то общие рекомендации. Ага. Плюс ко всему, плюс ко всему для индивидуальной работы какие-то направления будут выработаны. Вот. И, я полагаю, так вы сможете свои отношения гармонизировать. В целом, ну, надо бы меньше, вот именно меньше я, вот это меньше мы, меньше мы нужно. И больше, больше я. Вот это вот мне кажется, такой оптимальный вариант. Самый, самый, самый оптимальный вариант. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом всё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.